В Апатитах немало людей с чувством юмора. Они умеют скрасить шуткой даже не смешные обстоятельства. И, конечно, многие не раз разыгрывали на 1 апреля своих друзей, знакомых и близких. Интересные истории наших горожан узнала Ирина Кузьмина. 1 апреля – день, напоминающий нам о том, кто мы есть все остальные 364 дня. Так сказал одни смеха Марк Твен, который любил пошутить. Между прочим, чувства юмора – отличное качество. Им обладают многие жители наших городов. Одна из тех, кто умеет зарядить окружающих хорошим настроением – сотрудница Апатитского туристического центра Екатерина Жиралина. У нее немало веселых историй. И 1 апреля, конечно, не обходится без розыгрышей. Я работала на производственном предприятии в учебном центре. И у нас была очень интересная история. В канун 1 апреля на ежедневное совещание руководителей высшего и среднего звена мы разослали заранее тему, вымышленную, о том, что необходимо улучшать микроклимат в наших помещениях и повышать уровень здоровья сотрудников. И попросили всех руководителей подготовить доклады о том, какие растения лучше всего растут в офисе и как они влияют на микроклимат. Все подготовились, были очень ответственные руководители. И на вот этом ежедневном совещании, в присутствии генерального директора, все очень долго и интересно зачитывали свои доклады. А по итогу мы им сказали, что это все было 1 апреля. Всем было очень весело, было очень интересно смотреть, как серьезные люди рассказывают о таких прекрасных вещах. Общение с другой героиней нашего сюжета сразу началось с веселой профессиональной шутки. А что это у вас с рукой, Ирина? В смысле? Так она уже вся в пальцах. Фельдшер Зинаида Пантюшина – представитель людей с самым оригинальным чувством юмора. Однажды на 1 апреля медик сказала своей внучке, лежащей в больнице, что у той пропадает проездной билет. Девочка должна прокатать его по городу. Делать этого ребенку не пришлось, но эффект был достигнут. Врачебный юмор специфический, но помогает не унывать в сложных ситуациях. Шутят врачи, шутят пациенты. Зайдешь в палату спросить, кто такой-то, отзывается другой. Стоишь и думаешь. Вроде другой был. Пока все не проверишь. Ну, так иногда. А самая коронная была вот такая шутка. Пациенту, значит, руку пальчики обработала, да? Тот, который нужен. И отвернулась, что взять что-то, а он мне подает другой палец. Я его хватаю и колю. Он так удивленно. А это же не тот палец. Я говорю, а не надо было подсовывать. Человек лишен и чувства юмора лишен гораздо большего, утверждал Марк Твен. Это высказывание не про сегодняшних героев. К примеру, у апатийских спасателей тоже есть свои анекдоты. Спасатели на лодке зондируют свою акваторию, смотрят, человек тонет. Подплывают к нему на лодке, начинают, так как привычка такая, что хватает вначале за волосы, начинают, рука соскальзывает. Второй спасатель не вытерпит. Да что ж такое, говорит, ты что над нами издеваешься, что ли? А оказалось, лысый мужик. Почти как я. В апатийской службе спасателей работают люди с юмором. Руководитель Николай Полагай вспоминает случай со времен сдачи зачета по римскому праву. Вместе с окурсниками на 1 апреля он подсунул преподавателю на стул клаксон. Начал на зачет, соответственно, преподаватель ходит, поприветствовал группу, сел. Ну, поверьте, приземление было очень громким. После этого группа у нас зачет не сдала. Мы там пытались, особенно такие, которые были отличившие, но я лично только на раз третий римское право сдал. Хорошего вам 1 апреля. Но если не знаете, как пошутить, вспомните слова того же Марка Твена. Сомневаетесь, говорите правду. Девушка, у вас и спина белая. Эта шутка уже не актуальна.